Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курс доллар-рубля. Как вы помните, в воскресенье мы начинаем обзор новой недели. Результаты, так сказать, предыдущей недели, если хотите, можете посмотреть в предыдущем видео, там, где мы подводили итоги недели. Значит, смотрите, на чем бы сразу хотелось бы остановиться. Ну, во-первых, я меняю, соответственно, свой прогноз. То есть на той неделе мы ждали 73, не получилось, потому что пошли все очень положительные данные по экономике США, прежде всего индекс цен потребителей вышел достаточно низкий. И это, естественно, сразу ослабило доллар. Если мы сейчас посмотрим на него, мы видим, что он пошел сразу падать вниз. И вот сейчас он остановился в районе 102. Но это на самом деле еще не говорит о том, что он может продолжить падать. Он может также начать восстанавливаться. Но в целом, пока против доллара абсолютно все, что происходит, как бы играет. То есть сейчас все уходят достаточно положительные данные с точки зрения экономики США. Более того, смотрите, на этой неделе, да и вообще не только на этой неделе, будет иметь значение огромное. Это, конечно, отчетность американских компаний, потому что они будут показывать, собственно говоря, есть рецессия или нет. Потому что, смотрите, мы, конечно, понимаем, что за счет ставки, прежде всего, скажем, определяется дальнейший курс. То есть, да, но надо учитывать, что именно сам эффект от ставки, он как бы не в самой ставке, а именно в том, что она может вызвать. То есть боязнь той же рецессии, да, как мы уже говорили об этом, то, что рецессии как такового в США нет, но ее все ждут, что она может в любой момент быть спровоцирована именно ставками. И смотрите, что у нас получается, господа. У нас эта неделя, да, становится, как у нас была одна из недель, которую мы также рассматривали, скажем так, стартовая карта к основному событию, который будет гораздо позже, гораздо дальше. Это будет в среду, 1 февраля. Это как раз ставка ФРС США. Вот, собственно говоря, к ней мы сейчас и будем двигаться. И ситуация будет выглядеть следующим образом. Рынок сейчас закладывает на данный момент 0,25 пунктов. Вот 0,25 байсных пунктов – это вот как раз то, что сейчас находится в рынке. И валюты, в принципе, курсы валют, они тоже подчинены, естественно, этому ожиданию. Если вдруг все-таки каким-то образом, например, там, какой-то из ФРС скажет, или там, допустим, выйдут данные не очень хорошие по экономике США с точки зрения именно, притом не экономики, а ФРС, то тогда есть вероятность, что резкого опять возрастет 0,50, и тогда, естественно, доллар будет укрепляться. Если также будет все вот эти 0,25, то доллар укрепляться не будет. Мы, в принципе, это и видим, что доллар постепенно откатил на 102, да, то есть покинул он зону вот этого 103,5, которую мы ждали, да, чтобы он ее пробил. И это уже как бы стало демонстрировать постепенное его ослабление. Но к 103,5 он еще вполне может себе вернуться. И ситуация, она может повернуться достаточно быстро. Смотрите, на следующей неделе, прежде всего, чтобы я выделил, во-первых, смотрите, в понедельник не будет ничего. В понедельник будет, по большому счету, выходной в США, там у них праздник, да, и, соответственно, они, Мартин Кинга, по-моему, да, называется у них, вот, Лютер и Мартин Кинг, да, и вот они, короче говоря, торговать не будут. Соответственно, никаких там не будет непосредственно сильных движений, вероятнее всего, в валютах, да. Смотрите, ту неделю мы все-таки закрыли, непосредственно, например, по доллару-рублю, все-таки выше 68. То, о чем я вас предупреждал, что, скорее всего, диапазон все-таки будет установлен не выше 70, пока с половиной, ну, 71 может быть пиково, да. То есть мы уже не ждем 72 и 74 пока, потому что, еще раз говорю, доллар пока начал ослабевать. То есть мы видим, что та статистика, которая выходила, те заявления, которые в ФРС было, они, как бы, сейчас доллар, на самом деле, дают конкретное ослабление. И вот в этой ситуации, естественно, мы тогда не ждем уже верхних диапазонов, мы ждем хотя бы занять вот этот диапазон, от 68 до 70. Естественно, пока говорить еще рано, конкретно, какой сейчас все-таки будет балансовый курс, потому что, как мы помним, и бюджетное правило начало работать на прошлой неделе, да, соответственно, Центробанк будет тоже проводить определенные интервенции, там, и где кто никогда не знает, да, вот. И, естественно, ситуация там с новыми санкционными пакетами, ситуация с СВО, все это, естественно, может повлиять в итоге, скажем так, в любой момент. Это надо четко понимать. И вот этот пока диапазон окончательно установлен, ну, я считаю, пока не установлен. То есть мы видим, по крайней мере, что для меня, например, да, пока какой-то определенный сигнал дает, это вот удержание 68, но гарантировать пока нельзя, что он все равно его не пробьет, и может пойти, например, на 65,50, если, например, произойдут какие-то там события в геополитике. Но, по большому счету, я в этот сценарий слабо, честно говоря, верю. Вот я верю там 68, 75, ну, 71, да, 72, 74 для меня сейчас под вопросом, потому что, еще раз говорю, доллар слабый, да. А вот непосредственно настолько ослабление там от 68 вплоть до 65,50, вот в это я не верю, если только какие-то форс-мажорные обстоятельства. Потому что, еще раз говорю, курс валют, он абсолютно подвержен многим абсолютно факторам, и все, как бы, учесть все равно на 100% не получится, как бы там не хотелось, да. Вот, смотрите, на этой неделе у нас будет, вот я считаю, которые будут самые основные события, это, конечно же, вот будет прежде всего среда. То есть, смотрите, вторник, да, когда уже после праздника, там будет отчет ОПЕК и будет выступление ФРС, да. Это важно всегда, потому что одной фразой ФРС, еще раз говорю, если, например, выступит ФРСник и скажет, что они все-таки будут поднимать ставку на 0,50, доллар резко начнет укрепляться. И, соответственно, мы увидим укрепление доллара. Если, например, политика ФРС будет в своей риторике абсолютно, как говорится, неизменной, да, и будет, или, например, больше будет подтверждение, например, 0,25, доллар укрепляться не будет. Но, с другой стороны, надо понимать, что и рубль, вот насчет рубля укрепления, пока тоже не видно, кроме, как мы уже поняли, начинают работать бюджетные правила. И вот тут уже, как говорится, гарантировать нельзя, где может, например, включиться Центробанк. Пока, еще раз говорю, его курс я не вижу на данный момент, кроме как вот 68, 70, там 50, да, то есть не выше, около 71. Вот, в принципе, я даю прогноз на эту неделю до конца, это вот не выше 71. Но я не говорю о том, что он обязательно должен прийти к 71. На самом деле, это больше сейчас прогноз максимальной цены. Но это не говорит о том, что она именно там под конец недели там окажется. На самом деле, событие серьезное, но впереди основное событие – это ставка ФРС США. Пока она не наступит, сильных колебаний я здесь тоже не жду. Тут будет, скорее всего, маленький диапазональный хождение. Поэтому 71 – это больше как указатель максимальной цены, а не то, что туда придет непосредственно валюта. Вот, поэтому смотрите, ФРС важно, да, отчет ОПЕК, да, это тоже важно, господа, потому что, как мы помним, это нефть. А как мы помним, Америка, естественно, должна запомнить свои хранилища, и она пока не очень ей устраивает эти цены на нефть. И она, естественно, за счет индекса доллара поддавливает их. Как только нефть начинает расти, да, вот как только она пытается вырваться там за 86, до этого она около 84 пыталась пробиваться, ее тоже сдерживали. Потом вот мы видим пробились, 85 там с половиной стало, да, но как только начинают непосредственно попытки выйти в сторону там 92-94, но эта дорога на самом деле не с 2-94 в итоге, то тогда, соответственно, индекс доллара начинает давить. И вот тут, господа, конечно же, у нас доллар начинает крепнуть, но в определенных пределах. И это опять указывает на то, что все равно будет хождение в диапазоне. Поэтому, естественно, это тоже имеет значение, отчет ОПЕК, да, потому что, ну, понятное дело, это определит, скорее всего, либо поддержку цен на нефть, либо наоборот и коррекцию. И, кстати, я не исключаю, потому что очень часто перед как раз отчетом ОПЕК нефть немножко откатывала. То есть она может, например, с 85 откатить там на 84-83. Спокойно. Это было неоднократно. Такие откаты перед отчетом. Но самое главное, господа, это, конечно, на этой неделе индекс цен производителей. Так называемый индекс PPI. Он выйдет в среду. Как вы, наверное, догадались, те, кто давно за нами следит, у нас вот как раз одни из самых важных параметров. Это как раз индекс цен. Либо производителей, либо потребителей. Потому что это все указывает на ту инфляцию. И как она, собственно говоря, побеждается с помощью ФРС-политики или нет. И вот здесь как раз в этой ситуации мы ждем индекс цен производителей. А это, господа, не просто индекс цен, скажем так, который инфляционный, да, а он опережающий. То есть если индекс цен производителей покажет вдруг неожиданно рост, а это говорит о том, что это рано или поздно, естественно, перейдет на потребителя, то вот это будет очень плохой знак для непосредственно рынков и, соответственно, для ФРС. А ФРС, значит, соответственно, вероятность повышения ставки резко вырастет. И вот тут, господа, может резкое быть движение по валюте. Но мы должны понимать, что так как Центробанк вступил в действие, он может не допустить сильного колебания. Поэтому я говорю, на данный момент надо еще понять вообще, на самом деле, какой установится диапазон. Для меня пока даже технически вот только была первая свеча пробоя, вторая свеча коррекция. Будет ли после этого пробой и уход еще ниже? Потому что, еще раз говорю, в данный момент, когда вступил Центробанк, будет непонятно, где они в итоге, так сказать, его стабилизируют. Понятно, что очень крепкий рубль никому не нужен. Ну и, как говорится, сильный очень доллар тоже. Поэтому тут нужен баланс. И вот в этой ситуации, естественно, может быть реакция как самого индекса доллара. То есть Центробанк может, на самом деле, никак не воздействовать. Если, например, индекс доллара подскочит, да, а я не исключаю, что если, например, индекс цен производителя покажет рост, то есть вероятность прям возврата DXI на 103.5. То есть он спокойно может вернуться. Обратите внимание, вот здесь мы прям стоим доджевыми свечами в районе 102 и 100, да, закрепились, ниже не падаем. То есть он точно стоит на страже и в любой момент может резко вернуться. Растет он быстро. Вот, пожалуйста, вам свеча, свидетельствуйте о том, когда была попытка пройти за 104.5. То есть на самом деле 104.5 вроде бы он начал постепенно пробивать вниз и тут же резко вернулся, но потом опять ситуация поменялась. Это были данные как раз индекса цен потребителей. И плюс еще там была как раз цена на нефть, насколько я помню. Они начали потом постепенно падать. И вот, собственно говоря, индекс доллара скатился. А здесь эта картина может, естественно, повториться. То есть вот эти вот маленькие, кстати, обратите внимание, прям вот тут светочки, да, говорят о том, что, я говорю, сильной волатильности в долларе сейчас пока не наблюдается. И вот эта ситуация может поменяться, господа, именно в среду. То есть как только выйдут индекс цен производителей, вот там прям может произойти сильное движение. До этого момента, скорее всего, будет какие-то рейнджовые реакции, не какие-то критичные. Дальше смотрите. В этот же день у нас выйдет отчет МА США, да. Это непосредственно тоже будет связано с рынком нефти, прежде всего, ну и энергоносители. То есть это отчет, который непосредственно затрагивает все, что связано с энергоносителями. Они там дают прогнозы по поводу ситуации непосредственно, какой спрос на нефть там, на сколько цены примерно ориентируются и так далее, и так далее, и так далее. Но это такой, скажем так, прогноз, на который рынки смотрят как на таргеты также, да. Теперь смотрите дальше. Дальше будет индекс цен потребителей в Европе. Это то, что может затронуть евро, да. Это вот это тоже, между прочим, очень важно индекс цен потребителей, потому что это как раз инфляционный показатель Европы будет. И, соответственно, объем розничных продаж в США. Это как раз, опять же, возвращаясь к вопросу, насколько все-таки есть рецессия, нет рецессия. И, соответственно, берет ли потребитель эту инфляцию на себя. То есть не падают ли при этом, собственно говоря, продажи, да. Ну и, соответственно, после вот этих всех данных будет выступление ФРС. Каркер там будет выступать. И надо понимать, что даже, например, будет какая-то реакция по индекс цен производителей. Она может быть даже, ну вот представим картину, что они, допустим, снижаются, да. Все, наоборот, отреагируют на это позитивно. Естественно, доллар ослабнет, рубль там на какой-то момент куда-то укрепится. А дальше, допустим, выходит Каркер и говорит, что, типа, да, да, нам эти данные нравятся. Но они, как бы, пока нам мало дают возможности принимать решения, мы, как бы, ждем все-таки еще там, да, там несколько месяцев для повторения этих ставок. И вот тут опять индекс доллара может опять начать расти. То есть опять может начать укрепляться доллар, соответственно. Но там уже, скорее всего, будет не очень сильные движения. Но будут. Потому что, еще раз говорю, индекс цен производителей, конечно, может полностью поменять картину. Потому что, если он резко взлетит, например, то это будет очень плохой знак для рынков, для вообще, в принципе, экономики США. И, соответственно, это будет говорить о том, что вероятность повышения ставки резко возрастает. Уже не на 0,25, а на 0,50. А вот если, допустим, он пока снижение, а там Каркер, например, даст, скажем так, риторику, то, что все равно они будут продолжать политику вот эту вот истребимую, да, то это приведет к движению, но уже не такому сильному, как если бы, например, данные вышли непосредственно негативные. Так, теперь смотрите, следующий у нас день. Это четверг будет. Тут тоже будут немаловажные данные. Это пособие по безработице в США, индекс цен производительной, а, индекс производительной активности в США. То есть это все связано с экономикой США. Вот пособие по безработице, это, кстати, рынок труда, господа. Это очень важно. На это как раз будут ориентироваться те, кто будет принимать ставку ФРС США. Вот на самом деле все вот эти данные, они нас ведут сюда. Это все идет к ставке ФРС США. Вот это основное событие в феврале. Оно, естественно, вот собирает всю эту статистику. Поэтому, по большому счету, естественно, основные движения будут именно там. Но рынок будет закладывать на основании вот этих всех данных определенный и курс доллара, и данные по рынку непосредственно Америки. То есть, видите, вот, например, сейчас Америку мы до сих пор не зашли за 4.20, потому что нет пока для этого оснований. То есть вот подняться мы поднялись, отыграли вот тот весь позитив, который был до этого. То есть вероятность, скажем так, повышения ставки на 0.25 байсных пунктов и так далее. Но так как рынок понимает, что впереди серьезные события, и еще раз говорю, господа, немаловажный сейчас момент – это отчетности компаний. Потому что если отчетности компаний начнут показывать рецессию, то даже без абсолютного какого-то сильного роста доллара может начать падать непосредственно рынок. Но для доллара это будет на самом деле, для курса доллар-рубля, это будет ослабляющий момент. То есть доллар в этот момент укрепляться не будет. Он не начнет расти, он наоборот будет даже, скорее всего, ослабляться. Потому что он, прежде всего, применяется, когда рынок растет, и его стараются его сдерживать. А в данной ситуации рынок просто начнет падать сам по себе. И тогда доллар, скорее всего, естественно, тоже будет испытывать ослабление. Поэтому вот в этом плане надо четко понимать. То есть, когда ставка будет повышаться, это будет укрепление доллара. А если она не будет расти, или даже если она, допустим, не будет расти, но начнется рецессия, это будет ослабление доллара. Это надо четко понимать. Так, ну и понятное дело, что, кстати, когда начнется риски рецессии, как мы понимаем, начнут падать цены на нет к автоматам. Потому что, естественно, спрос на нет будет тогда, как говорится, прогнозироваться снижением. Так, теперь смотрите, дальше, соответственно, по безработице пособий это тоже будет иметь значение. Потому что рынок труда, еще раз говорю, это как раз тот показатель, за которым стоит ФРС для того, чтобы бороться с инфляцией. Дальше индекс производственной активности, как я сказал, по поводу того, что насколько экономика крепка, нет ли рецессии. Дальше разрешение на строительство в США тоже будет важным. Естественно, будет тоже связано непосредственно с рынком недвижимости и, соответственно, насколько устойчива экономика США. Запасы нефти США. Вот тут мы возвращаемся опять к нефти. Тут уже после ОПЕК будет какая-то, ну когда выйдет отчет ОПЕК, будет некая уже цена по нефти. И все будут ждать. То есть, если ОПЕК, как бы, скажем, выступит довольно позитивно для рынка, энергоносительная, для нефти прежде всего, да, то тогда, соответственно, цена может немного приподняться. Но я не думаю, что на 92-94 в итоге уйдет. Пока это очень преждевременно. И плюс, еще раз говорю, там запасы, господа. Запасы они сразу покажут, насколько спрос восстановлен. Потому что сейчас закладывается восстановление Китая прежде всего. И вот как бы на этом сейчас цены на нефть неплохо растут. Ну и плюс мы понимаем, что Америка ждет своего закупки в хранилище. И, соответственно, они должны будут это сделать. И цены тоже, соответственно, пытаются удерживаться. Но запасы нефти в США, они могут на эту ситуацию повлиять. Прошлую неделю не повлияли. Сильно вообще не отразились. Наоборот, даже нефть пошла в рост. Хотя всегда было наоборот. Поэтому вот мы ждем отчет. Потом, собственно говоря, запасы нефти в США. И еще раз говорю, сильного это, я думаю, в данной ситуации на курс доллар-рубля влияние не окажет. Потому что, ну, во-первых, впереди ставка ФРС. Во-вторых, перед этим выйдет индекс цен производителя. Она уже задаст основной тренд. И в-третьих, мы, как я уже говорил, вошли в ту стадию, когда Центробанк уже вступил в игру. И, соответственно, он может проводить свои, так сказать, интервенции в любой момент. При том, как мы помним, в юанях. Это мы к возврату уже к тому, что когда пойдем валюту смотреть. И юань, соответственно, обратите внимание, ну, сейчас я сразу забегу. Смотрите, он чувствует себя крепче, чем другие. Вот тут интересный, кстати, момент насчет евро получился. Вот я смотрю сейчас на график. Почему-то у меня евро здесь показывает 71.45. Это где официальный курс, да? А если мы посмотрим, например, на Форексе, то они 74.73, то есть почти под 75. Вот здесь как раз тут само удержание 73 уровня, как я вам говорил, да? То есть как раз середина годового коридора. А вот здесь почему-то он показывает пробой, да? То есть здесь он почему-то пока 71.5. Не знаю, почему. Пока это ночь, сразу говорю, да? Время 2.46. Поэтому почему сейчас такие данные, честно говоря, странно. Либо там что-то произошло. Что мы пока не знаем, но как была ситуация, выглядит таким образом. Значит, смотрите, запас нефти сказал. Ну и, соответственно, опять будет выступление ФРС, да? Брейнард. Он тоже выступит. Сейчас очень будет важно, потому что в конце каждого практически дня на этой неделе будет выступать ФРС. Это будет очень важно, потому что их риторика будет определять, будет укрепление доллара или будет ослабление доллара. И, соответственно, что нам ждать вот здесь на ставке ФРС. Ну и, соответственно, господа, потом наступит у нас пятница. А здесь будет у нас выступление ЕЦБ, это то бишь Центробанк Европы, Элдерсона, ФРС Уоллера, ну и данные по рынку жилья. Здесь уже будет непосредственно, конечно, влиять прежде всего комментарии. То, что вот будут говорить непосредственно главы Центробанка, да? Ну, тут даже не глава выступает. Здесь вот, скажем, члены ФРС, там, ЕЦБ, там, и так далее, да? Ну и, соответственно, эта риторика, она будет тоже отражаться. Но, еще раз говорю, тут уже таких сильных колебаний я не жду. Прежде всего, основной день, который я жду, господа, это среда. То есть, вот даже вторник, там, отчет ОПЕК и так далее, да, это может все повлиять на цену на нефть, там, да, и каким-то образом отразиться. Но это не так важно, насколько вот эти данные непосредственно по инфляции. Ну и теперь давайте пробежимся непосредственно, что у нас по валютам. Еще раз говорю, смотрите. По Форексу. Доллар-рубль 68,97, то есть это практически 69, да? Это вот я вам про что говорил, что вот этот уровень 68 мы, скорее всего, должны будем удерживать. Но вот если смотреть по Форексу, то мы вот на 69. Это вот как раз укладывается в мою концепцию не выше 70,50. Дальше там надо будет смотреть. Но в целом вот я как раз именно такой прогноз и жду. И еще раз говорю, я не говорю про то, что мы в конце недели обязательно окажемся на 71. Я это пока указываю как максимум. То есть, если будет попытка пробить, например, 70,50, на 71, допустим, дойдет и будет откат опять ниже 70,50. Потому что пока рисуется вот этот диапазон, после вот этой всей картины. И также я еще раз говорю по поводу, как вот если сейчас будет вести себя доллар, а больше вероятность, что он будет ослабевать, то тогда, скорее всего, вот этот диапазон мы и будем ходить. Дальше смотрим. Смотрите, по евро я уже показал. 74, 73, да? А если мы смотрим вот здесь, то у нас почему-то здесь пока 71,44. Не пойму почему. Но здесь у нас пробой 73 уровня на самом деле. Не знаю, может быть, завтра, как говорится, уже утром, вернее, уже сегодня будет и обратно вот этот возврат на 74, потому что по Форекс он именно там находится. Но по мне 73 он должен удержать. Либо что-то, какие-то события произошли. Притом, так ведет себя только евро. Если мы посмотрим, например, на юань, да? Он наоборот у нас на 10,3 выше становится. И, в принципе, это абсолютно, кстати, ожидаемо. 10,3 здесь тоже по Форекс совпадает. Потому что, естественно, во-первых, а, интервенция у нас проводится сейчас непосредственно центробанка Кьюаня, да? И, соответственно, как бы есть вероятность, что Китай после выхода с локдауном, он пока еще держит тоже довольно крепкую валюту. Но есть вероятность, что он может начать ее сам ослабевать, но это пока еще под вопросом. Потому что там все-таки преодоление после локдауна экономически очень крепкая валюта ему не нужна. Ему нужна обогонка, и он будет немного ослаблен. Но это мы уже посмотрим дальше. Значит, смотрите, еще раз возвращаясь, да? Доллар-рубль у нас, вот он, 69, если смотреть по закрытию пятницы. Это как раз тут сильное универсопротивление есть. И, соответственно, возврат за 69,5-7,50, вот как раз это тот самый уровень, который я вот жду, который не будет пробит. По евро-рублю я, соответственно, жду все-таки выход за 73, обратно возврат, ну и не выше 76. Ну и по юаню, соответственно, от 10.30 до 10.40. И это укладывается в наши годовые коридоры. Вот, смотрите, доллар-рубль у нас, опять же, вот она, середина 68 годового, и верхняя зона латинности 70. Как раз вот совпадает. Правильно, 71, это уже максимально идут цены. По евро. Вот евро, кстати, здесь тоже на этом же графике, он тоже, видите, ниже, 71.44. По Форексу мы видим, что он находится, на самом деле, вот здесь. Но вот здесь, как бы, тоже вот середина годового коридора 73, и, соответственно, не выше 76. Если, конечно, они пробили 73, реально, и, допустим, завтра утром, сегодня утром уже это будет пробой за 73, то тогда, скорее всего, будет установлена граница от 69 до 73. Но это надо пока наблюдать. Если действительно евро так ослаб, то тогда, да, тогда действительно это может быть. Но там, по-моему, по евро тоже идет индекс цен потребителей выходит и так далее впереди. Поэтому, возможно, евро сейчас перед этим так ослабевает. Притом, доллар при этом так сильно не слабный. Значит, смотрите, по непосредственному юаню, соответственно, да, середина у нас получается годового коридора 10.05. Соответственно, 10.3 – это верхняя граница волатильности. Но это указывает на то, что есть вероятность вот как раз ходить в сторону 10.5. И не выше. Ну и, соответственно, смотрите, облигации у нас, как я уже сказал, сильных движений пока не испытывают. Вот двухлетки немножко они у нас подрастали. Но это по пятнице сейчас мы не видим, где они находятся. Ну и, соответственно, то же самое с десятилетками. Тоже они немножко подросли. Но сейчас, скорее всего, и будет небольшая просадочка. Потому что, еще раз говорю, все ждут. Все ждут. Индекс доллара, вот мы видим, немножечко приходит движение, но не сильно. Так что вот так, господа. Вот такая у нас неделя. Еще раз говорю, ждем основное событие. Естественно, впереди это будет в среду, 1 февраля ставка ФРС. А все вот это будет закладывать как раз непосредственно ту дорогу, тот, скажем, маршрутный лист, да, который, собственно говоря, покажет, какая в итоге будет здесь ставка. Ну и, соответственно, это будет определять курс доллара рубля. Единственное, что еще раз говорю, напоминаю, господа, сейчас уже вот таких вот резких движений уже не будет. То есть, если только геополитика какая-то возникнет, да, а в целом мы идем к стабилизации курса доллара рубля. Тем более, мы говорили уже про то, что и бюджетное правило заработало, да, с 13 января. Соответственно, уже Центробанк каким-то образом будет его корректировать. То есть, если будут сильные какие-то колебания, он его будет, естественно, возвращать в диапазон. Поэтому уже не ждите таких вот резких переходов, там, как было, да, от 60, и они в итоге выходили на 72. Сейчас уже таких колебаний не будет. Ну и, соответственно, надо будет сейчас непосредственно понаблюдать хотя бы вот эту неделю. Я думаю, вот эта неделя на самом деле уже в итоге покажет, какой у нас будет курс. То есть, в каком диапазоне от 68 до 70-50 или все-таки с пробоем 70-50 и тогда до 72. До 74 вот сейчас не верю вообще пока. Вот 74 – это вот как бы та граница, которая я считаю пока недостижима, потому что, во-первых, а, и Центробанк будет включаться, и доллар слабнет, и пока все против него. Поэтому как бы в это я пока слабо верю. Плюс отчеты американские пока впереди, тоже будут поддерживать рынок. Так что и ставка ФРС, естественно, впереди, поэтому, скорее всего, естественно, таких колебаний уже не будет. Поэтому, имейте в виду, сильных каких-то скачков, не жгите, будут, скорее всего, просто постепенное-постепенное ранжевание и поиск вот этого диапазона, где мы все-таки, так сказать, займем сбалансированный, как я уже говорил до этого, курс. Потому что, еще раз объясняю, баланс, баланс прежде всего нужен для того, чтобы была стабильность курса, и это очень важно для того, чтобы привлекать инвесторов в свою валюту. На этом, господа, заканчиваю. Еще раз напоминаю, естественно, что на следующей неделе посмотрим, также в конце воскресенья, также обзор в следующей неделе сделаем, в пятницу подведем итоги. Ну, а те, кто интересуется вообще не только курсом доллар-рубля, да, то тогда, собственно говоря, подписывайтесь на наш телеграм-канал, трейдер-клаб, анализ акций, участвуйте в прямых эфирах. Они у нас теперь после праздника опять возобновились, так что можете прийти, задать вопросы. Ну, и на этом заканчиваю. Еще раз напоминаю, следите за нами, будьте в курсе.